Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 31 июля. Поздравляю всех с началом новой торговой недели. Напоминаю, что у нас всегда по понедельникам в 19.30 по московскому времени проходит вебинар, на котором из каждых инструментов мы разбираем более подробно, чем в рамках того обзора, который сейчас вы смотрите. На этом обзоре мы делаем ближайшие цели, расставляем внутри дня на ближайшие несколько торговых сессий, а вот уже на вебинарах, которые проходят по понедельникам, ставим планы на предстоящую неделю. Поэтому всех вас приглашаю на этот вебинар. Ссылку на регистрацию вы можете найти под этим видео. И как всегда начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу мы видели укрепление к концу торговой сессии. Сейчас немного корректируемся, но основное направление также остается восходящим. Ближайшая цель по движению по паре евро-доллар находится в области отметки 1.1765. Ближайший разворотный уровень пока мы оставляем на минимальных значениях, которые были 26 июля, отметка 1.1613. Пара британский фунт и американский доллар также находятся в восходящем тренде. Ближайшая цель это движение в область 1.3158 и закрепление выше этой области. Ближайший разворотный уровень пока остается на минимальных значениях 26 июля. Это отметка 1.2997. Тенденция на укрепление по британскому фунту сохраняется. Австралийский доллар также растет. Ближайшая цель по движению располагается в области максимальных значений, которые мы видели 27 июля. Это отметка 0.8065. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на уровнях 78-75. Это уровень среднесрочный. Краткосрочно мы можем говорить о минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 0.7936. Основная тенденция на укрепление также сохраняется. Пара американский доллар и японская иена в пятницу к концу торговой сессии смогла обновить минимальные значения предыдущих четырех торговых сессий. Доходили до отметки 0.11056 и вернулись к нисходящему тренду и по данной паре. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на максимальных значениях 27 июля. Отметка 0.11169. Тенденция на ослабление по паре американский доллар и японская иена продолжается. Канадец также снижается. Во вторую половину торговой сессии ушли к минимальным значениям, которые мы видели 27 июля. 6 июля это отметка в области 1.2415. Пока закрепиться ниже этих уровней не смогли, но в данном случае мы можем предполагать вновь возврат к продажам и по данной паре. В свою очередь, если говорить о покупках по данным инструмента, то здесь нужно увидеть как минимум закрепление выше отметки 1.2574. Пара еврофунт в пятницу попыталась уйти выше максимальных значений, которые мы видели 27, 26, 25 июля. Это отметка в области 89.57, но пока закрепиться выше этих уровней пара не смогла. Соответственно, закрепление выше данной области вернет нас вновь к покупкам по данной паре и нам скажет о завершении коррекционного движения, которое мы видели на прошлой неделе. Золото продолжает свой рост. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем переместить на минимальные значения, которые были 27 июля. Это отметка 1.254 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent также продолжает свой рост. Сегодня уже с утра доходили до максимальных значений в области 52.68. Ну и ближайший разворотный уровень мы можем ответить на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 51.27, краткосрочный уровень. По индексу DAX тенденции на ослабление продолжаются. Локальный уровень на текущий день мы можем отметить на максимальных значениях 28 июля, то есть пятница, это отметка 12.184. Если индекс DAX уходит выше данного уровня, то тогда мы можем говорить о начале восходящей коррекции по данному инструменту. Более важный уровень среднесрочный располагается на максимальных значениях, которые были 26 июля, это отметка 12.342. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю всем хорошей торговой недели. Увидимся с вами на вебинаре, который, еще раз напоминаю, пройдет сегодня в 19.30 по московскому времени. И разберем каждый из инструментов более подробно. И также я отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok